Друзья, всем привет! Сегодня полезные советы и хитрости. Поехали! Если нам нужно просверлить много отверстий с определенной глубиной, а стопорной гайки или ограничителя нет, то его можно сделать за пару минут. Замеряем общую длину сверла, вычитаем глубину и остаток расстояния переносим на кусок обычного бруска. Далее отрезаем эту заготовку и именно такой кубик, рубик, будет служить как направлением для сверления, так и ограничителем по глубине. Берите на заметку, в жизни все пригодится. Если нам необходимо закрепить болты на гайке на разных расстояниях, то по краям это сделать не проблема. Можно наклеить малярный скотч на палец другой стороной, приложить гайку или вовсе аккуратно подать ее изнутри. Но что если отверстие у нас далеко? Тут есть тоже решение. Возьмем обычный ключ и малярный или строительный скотч. Отрываем небольшой кусочек и наклеиваем на ключ. Хорошо прижав ленту, ставим гаечку и прижимаем к ленте. Таким образом гайка хорошо держится и никуда не выскочит. Теперь просто подводим ключ в необходимое отверстие и закручиваем без всяких проблем болт. Установив бетонный блок на стол, давайте смоделируем ситуацию. Сверлим отверстие перфоратором. Далее нужно сделать закладную шпильку в стену на болтовом соединении. Был бы конечно химический анкер, тут проблем не было. Но из подручных средств тоже можно что-нибудь придумать. Зажав шпильку в тиски на пару сантиметров, делаю разрез вдоль шпильки. Также из этой же шпильки делаю подобие клина. Осталось эту конструкцию плотно забить в отверстие. Шпилька расклинит и будет сидеть на своем месте. Но будьте готовы к тому, что потом ее оттуда уже не достать. Придется тупо спиливать. Но для серьезных нагрузок лучше брать химический анкер. А если вы покупаете инструменты, расходники, да абсолютно любые товары в магазинах, то смело рекомендую пользоваться дебетовой картой от Альфа-банка. У нее очень сочный кэшбэк. 33% кэшбэка на покупку у партнеров и 2% абсолютно на все. Она бесплатная всегда и без условий. 8% годовых на остаток. А самое сочное можно снимать наличку в любых банкоматах и без комиссий. И также оформляя эту дебетовую карту по моей ссылке в описании, ты получаешь 500 рублей себе на счет. Поэтому успей урвать свой кэшбэк. Делая отверстие в бетоне, если нужно сделать по-быстрому чоп под саморез, то никогда не выбрасывайте остатки электропровода. Пусть пару кусков всегда валяется в ящике. Из таких остатков получается отличный чоп, в который закручиваем саморез. И он держит довольно сильно. Ну и к тому же он многоразовый. Субтитры сделал DimaTorzok Работая с герметиком, после окончания работ, всегда заклеивайте носик тюбика правильно, чтобы максимально не дать попаданию воздуха. Отрываем небольшой кусок строительной ленты и склеиваем с двух сторон. Плотно прижимаем друг к другу. И таким образом воздух не попадет в носик и не засохнет герметик внутри. Если работая герметиком, вам надо получить максимально узкий шов, например, склеить маленькую планку или загерметить тонкий шов, да или вообще подлезть в такое место, куда ты не подлезешь с пистолетом, то тут на помощь отлично подойдет обычный шприц и ватная палочка. Палочку отрезаем по краям с двух сторон. Толщина ее 2 мм. Берем сверлышко и увеличиваем носик шприца. Далее вставляем палочку в нос и наполняем герметиком. С помощью такой доработки можно подлезть куда угодно и загерметить швы или получить тонкий шов герметика для наклейки декоративных элементов. Да и вообще просто кинуть себе в ящик для страховки на случай необходимости герметика в работе. У меня в мастерской есть старая свеча зажигания, бракованная, и она также может быть полезна в удивительных работах. Зажимаем свечу в тиски и срезаем верхнее кольцо, чтобы достать свечу полностью. При сверлении профильной трубы обычным сверлом, а потом уже нарезая резьбу, в отверстии мы получаем очень малое нарезание резьбы, буквально одно кольцо. И чаще всего приходится наваривать гайку. А вот если мы засверлим отверстие с помощью свечи зажигания, то тут металл разогревается и вытягивается. И для редких работ такой прием со свечой прокатит отлично. Если вам нужно, конечно, часто делать такие отверстия, то лучше купить специализированное сверло. Ну и нарезав резьбу в этих отверстиях, сразу видна разница по надежности крепления. Напишите в комментах, какие советы понравились больше всего, какие вы знали, а какие нет. Поставьте лайк этому видео, вам не сложно, а мне приятно, и подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения, добра, удачи, позитива. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok